Десногорский историко-кровический музей на своем примере показывает, в конкурсах победить вполне возможно. Главная суть этого конкурса было показать в видеоуроке историю создания ядерного оружия. Десногорск посетил сенатора Смоленской области Сергей Леонов. Обязательно посмотрю, что там происходит с этой дорогой сам. И с главой будем решать этот вопрос. Новые стулья для посетителей, жалюзи в демонстрационный зал, компьютер и главная новинка – 65-дюймовый телевизор. Все это результат участия историко-кровического музея Десногорска в проектах фонда АТРАЭС, которые были проведены при поддержке концерна «Росэнергоатом». Телевизор для музея поискового движения будет у нас установлен при входе в музей. И там будет у нас доска памяти. Будут показаны портреты тех найденных солдат, опознанных, кого нашли поисковики. На все это было потрачено 150 тысяч рублей. Это призовой фонд за победу в конкурсе «Журавлик мира», который призван сохранить память о мирных жителях японских городов Хиросимы и Нагасаки, погибших в результате атомных бомбардировок. Всего на участие в конкурсе было подано 120 заявок из атомных городов. Историко-кровический музей Десногорска занял первое место. Главная суть этого конкурса было показать в видеоуроке, показать историю создания ядерного оружия, к чему приводят неосмысленные действия, такие трагические события. Кроме того, 50 тысяч рублей удалось выиграть в конкурсе «Живая память». Коллектив музея представил на суд жюри историю об операции «Дети», которая действительно происходила во времена Великой Отечественной войны. Эти события происходили на Смоленщине. Это героические женщины, которые вывели из оккупации детей. Череда побед продолжилась совсем недавно. Коллективу музея удалось занять третье место в ежегодном конкурсе поискового движения «Россия». Церемония награждения планируется 6 ноября в Великом Новгороде. В заботах и проблемах жители Десногорска готовы принять посильное участие не только местные власти. Недавно у горожан была возможность высказаться сенатору Смоленской области. Чиновник посетил город атомщиков 16 октября. Как это так? У меня свидетельство о собственности, все, и вдруг. И вот это длится с 18-го года. Горожане разного возраста и профессии. У каждого из них свои жизненные ситуации, справиться с которыми в одиночку они не могут. Как быть и что делать? Эти вопросы они могли задать лично Сергею Леонову в штабе партии ЛДПР в Десногорске. Если будем там в этом районе ездить еще, обязательно посмотрю, что там происходит с этой дорогой сам. И с главой будем решать этот вопрос. Одна из главных тем последнего времени – строительство магазина во втором микрорайоне. Администрация города, инициативные жители и сенатор Сергей Леонов продолжают противостоять новому объекту. Глава города высказал свою решительную позицию, что будут добиваться в вышестоящем суде решения этого вопроса. И посмотрим, что решит далее суд. В конце выпуска о погоде. 20 октября в Десногорске переменная облачность, возможен дождь. Днем плюс 6, ночью до плюс 2. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь с компанией Десна ТВ. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»